А потому что это не куски хлеба, блин, это крутоны, кинза. Посмотрел кинзу. Дебил, бил. Ай-яй-яй. Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Покошеварим. Я очень рад, что вы зашли на мой канал скоротать ваше времечко. Я надеюсь, будет вкусно сегодня и вам, и мне. А по поводу меня такая надежда, потому что сегодня грузинская кухня. И не просто какая-то полуподвальная, а прям ресторан полноценный, который называется Пил Пили. Что означает это название, я не знаю. Возможно, это какое-то грузинское слово. А может быть, это просто означает, что кто-то сначала в единственном числе, потом во множественном числе целой компании употреблял какие-то напитки в прошедшем времени. Поэтому Пил Пили. Грузинская кухня одна из моих самых любимых в топ-3 точно входит, потому что это хлебосольно, потому что это очень ярко, в ней классная выпечка, в ней классное мясо, в нем классные тушеные блюда, и, конечно же, какие-нибудь хинкали, которые я, к сожалению, не заказал, потому что хинкали с мясом почему-то в меню на момент моего заказа не было. Были какие-то хинкали с картошкой, я не стал заказывать, потому что мне это неинтересно. Вот такие дела. Осталось просто немножко подождать, обещают за 75-80 минут привести. Я надеюсь, так и случится, потому что есть я хочу. Я очень верю в то, что сегодня мне будет вкусно. Эх, надежды, надежды. Вкусно? Мне не факт, что будет, а вот выгодно может стать прямо сейчас. Тинькофф выпустил дебетовую карту Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне. В честь дня космонавтики. Карта стильная, но не только. Если прямо сейчас оформить такую карту, то обслуживание по ней будет абсолютно бесплатным навсегда. А еще она помогает экономить на тратах и получать дополнительную выгоду. До 15% кэшбэк по четырем категориям трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка рублями за покупки у партнеров. А их список постоянно обновляется. Доход до 5% на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Доступны бесплатные переводы даже на карты других банков через систему быстрых платежей. Наличные также можно снимать в банкоматах. Вы также будете иметь возможность покупать билеты в кино, театры или концерты с кэшбэком до 30% прямо внутри приложения. Всего за пару кликов. А еще напомню, что оформив карту прямо сейчас, по ссылке в описании, вы получите абсолютно бесплатное обслуживание навсегда. Так что не тормозите, а карту закажите. Ну вот как-то так вот доехало. Ребят, доехало с опозданием. Опоздали они относительно планируемого времени доставки. Ну, планировал агрегатор, а доставлял, видимо, курьер самой компании. Поэтому тут наши желания могут не совпадать с их возможностями. Ну, точнее, желания агрегатора. А что я говорю агрегатор? Сейчас агрегатор, он один по факту. Это Яндекс. Сейчас уже деливери давно принадлежит Яндексу. Поэтому у нас по факту Яндекс еда и точка. Значит, ну так вот это все приехало. Коробка приехала мокрая. Немножко уже, пока я тут камеры заводил, она, как сказать, высохла. А мокрая она приехала, потому что на улице идет ливень. Такого понятия, как термосумка, у курьера просто отсутствовало. Курьер вот это все привез. Вот так вот. Мокрая коробка, мокрый пакет. Говорит, на, забирай и ешь с полуостывшей едой. Что касается самого пакета. Позорно. Позорно. Я не знаю, ну ресторан, это ресторан с не, абсолютно не низкие какие-то цены. То есть это не какая-то там подвальная доставка с адекватным прайсом. Это ресторан полноценный. И, то есть, вот такая подача, на мой взгляд, ну что-то говорит о ресторане. По крайней мере, это говорит о том, что они забили на то, чтобы подать мне это красиво. Почему я заказываю доставку, я должен страдать в сравнении там с поеданием еды в заведении. Ну, наверное, не должен. Красивые тарелочки какие-нибудь наверняка у них есть в самом ресторане. А мне привезли вот в таком вот белом позорном пакете. Это мне не нравится. Ну, давайте разбираться. Слушай, ну... Блин, ну понимаете, вот... Понимаете, вот какие моменты? Я за этот заказ заплатил 4 тысячи рублей. Еды немало, но и немного. 4 тысячи рублей, это точно много. То есть, это целых 4 бумажки синего цвета. И за 4 моих косаря мне не удосужился ресторан пил-пиле положить, например, салфетки и вилки. Ну, то есть, я есть это буду нахрен руками. Вообще, кого это волнует? Правильно, Виталя, страдай, как ты хочешь. Вот вы мне говорите, да... Я помню обзор на заведение жираф, где там я говорил, что девушка-эпэшница, да, делает какую-то не такую еду. И вы мне все время там, ну, многие написали в комментариях, типа, вот что ты к ней прикопался? Это же девушка там, типа, нельзя так. Ну, а как по-другому? То есть, как я должен говорить про заведение, если вот они что-то хреново делают? То есть, я должен сказать, блин, все плохо, еда там, отстой. Ну, блин, девушка, наверное, классная. Я вот так вот должен сказать. На самом деле, заведение, оно отражает владельца. Вот отражает владельца. Если что-то не так с заведением, если где-то что-то где-то недодумано, это значит, что хозяину или там наемному менеджменту, управляющим, там, шеф-повару, значит, им плевать на то, что происходит. То есть, вот в данном случае, позаботился ли обо мне грузинский ресторан пил-пили? Нет, не позаботился. Сделал ли он мне красиво? Ну, вот глядя на эти плошки, как бы, есть у меня сомнение, что в них было желание подать мне как-то красиво. Выглядит, вот, все, как мне приехало, выглядит, честно, как какой-то, вот, я говорю, полуподвальный хинкальный. И то в некоторых хинкальных, и то лучше выглядит. Я бомбить-то начал из-за того, что мне не дали никаких ложек вилок и салфеток, понимаешь? Это, конечно, ну, полный отстой. Ну, ладно, блин, я все-таки надеюсь, что еда будет вкусная, все-таки грузинский ресторан. Ну, вот, грузинский ресторан же, это что? Это хлебосольность. У меня вот грузинская кухня ассоциируется с хлебосольностью. То есть, когда вкусно, когда сытно, когда много, и когда о тебе заботятся. Вот что такое грузинская кухня в моем понимании. Но не в понимании ресторана пил-пили. Пара слов еще про сервис. Вы видели этот большой пакет? И вот в этом большом пакете лежало все. И холодный цезарь, и когда-то горячие блюда. Повторюсь, они уже остыли, поэтому к моменту привоза ко мне вопросов нет. Но к моменту отправления вопросы есть. В общем, все это было вместе. Что плохо? Также замечены плюсы сервиса, о которых мы поговорим с вами прямо сейчас. Хачапури я отправил в духовку с включенной лампочкой, чтобы она там чуть-чуть подогрелась хотя бы градусов до 40, 50. Значит, из плюсов сервиса вот что я заметил. И это нельзя не похвалить. Салат. Называется хрустящие баклажаны. Ну, салат или закусочное блюдо. Я не знаю, как правильно назвать это. Смотрите, как привезли. Привезли раздельно, понимаете? Отдельно привезли жареные баклажаны. Что, конечно, их не спасло от вымокания. То есть они жареные во фритюре, в крахмале баклажаны. Но когда накрываешь это все крышкой, образуется конденсат. И все равно это вымокает. То есть в этом не было большого смысла. Тем не менее, с точки зрения желания подать блюдо в более-менее хорошем состоянии, прямо респект. Но следом возникает другой вопрос. Как мне это есть? Вот здесь у меня плошка помидоров. Здесь у меня почти целая плошка баклажанов. И вот здесь вот соус. Как мне это перемешать? То есть в чем я это должен есть? Или я это должен есть отдельно? Вот то есть как-то непродуманно. Я не понимаю, как технически мне сейчас это... Ну, я положу сюда пару помидоров, конечно же. Ну, давай вот так вот перевалим немножечко, да? Руками. Конечно, руками. А ты чем хотел? Вилкой, что ли? Да не дают вилку. Слушай, ну вот как-то вот странно. Согласитесь. Ладненько. Давайте взвесим сейчас. Вот такое вот блюдо, хрустящие баклажаны, стоит 460 рублей. За 250 граммов. Давайте посмотрим, сколько весит одна плошка, чтобы нам понимать. Да, вот 20 граммов такая плошка. А теперь попробуем взвесить салат. Напоминаю, 250 граммов должно быть. Здесь есть целых 380, что замечательно. Давайте еще раз посмотрим на эту сборную солянку. Соуса здесь вот столько. Чем-то похож на сладкий чили, но по цвету это не он. Здесь несколько видов томатов. Тут томаты черри, желтые, красные. Какие-то большие томаты. И вроде все. В описании пишут. Украшается кинзой и землей из маслин. Земля из маслин меня, конечно, пугает. И может быть славно, что ее здесь нет. Но вот кинза, кинза, она была бы не лишней, как мне кажется. А ее здесь нет. Соответственно, блюдо сделано неправильно. Неправильно, ебаные волки. И привезли мне не то, что я заказывал. Давайте выльем соус. И попробуем как-то это есть. То есть, приходится в два захода. Я чуть-чуть томатиков сюда забабахал. Слушай, ну вот кинзы. Кинзы здесь не хватает прям катастрофически. Я об этом, на самом деле, когда увидел вот эту подачу, я хотел сказать про кинзу, а потом прочитал, что она там должна быть все-таки. Но ее почему-то нет, и это странно. Так, баклажаны. Вкусный соус. Вполне даже все симпатичный. Это такой сладкий чили, перемешанный с устричным соусом. Вряд ли это относится к грузинской кухне. Это скорее какая-то азиатская тема. То есть, что-то вьетнамская кухня. Вот на это больше похоже, но это вкусно. Отсутствие кинзы сразу снижает, конечно, градус удовольствия. Потому что кинза, во-первых, это, ну, у меня она ассоциируется с грузинской кухней. Это единственное, что в этом салате, наверное, отсылало бы меня к грузинской кухне. Ну и по вкусу это большая потеря для этого салата. В целом вкусненько. Если с кинзой, да в самом заведении, я думаю, что это очень даже неплохо. Томаты вполне себе симпатичные. Вот эти вот большие. У них написано, что это розовые томаты. У них есть какой-то вкус. Это, наверное, не азербайджанские, там, за 500 рублей килограмм. Но, по крайней мере, не самые водянистые, что я ел. Вот немножко место освободил. Теперь можно докидать. В целом пойдет. Я хочу попробовать еще... Я сразу перейду к долме. Ребята, вот хлебосольность. Четыре кусочка долмы. И, блин, ладно бы это стоило, сколько-то мало. Это стоит 410 рублей. Четыре долмы. И вы скажете, я прикапываюсь. Четыре долмы, 410 рублей, 100 рублей за вот такой... За маленький голубец в виноградных листьях. Скажете, прикапывайтесь. Хорошо, я прикапываюсь. Давайте я доприкапываюсь до конца. На картинке, мать его, 5 штук. Что тоже мало, но дайте мне 5 долмы за мои 410 рублей. Я хочу осознавать, что одна вот такая долма будет стоить мне меньше 100 рублей. А в моем случае получается больше 100 рублей. Целых 102 с половиной рубля. Весть это должно 220 граммов вместе с соусом. Очевидно, соус вот он. 20 граммов коробочка, напоминаю. А весит это 191. Это говорит о том, что должно быть 5. Кладите 5. Но и пятая бы долма не спасла бы этот тонущий корабль. Ладно. Будем разбираться. Ребята, долма. Честно говоря, на первый взгляд выглядит немножко суховато. На второй взгляд она выглядит тоже суховато. Видите этот сухой фарш? Зато посмотрите, какой любопытный соус. Соус с какими-то травками. Пахнет немного мятой. Давай попробуем по вкусу. Ну, очень, очень вкусненький. Не похоже, что он майонезный. Хотя ощущение жирности в этом соусе есть. Он, скорее всего, это смесь майонеза с каким-то кисломолочным продуктом. С мятой и специями. Нормальная тема. Ну, давай. Долма без всего. Суховата долма. Не лежала она в этом распаренном бульоне перед тем, как мне ее отправить. Скорее всего, они ее приготовили. Просто куда-то выложили и оттуда все это подают. С соусом вполне нормально. Такой обычный фарш. То есть, ну, банально. Вот у меня, ребят, за 250 рублей у меня на районе, вот на даче мы заезжаем. Там обычная грузинская лавка какая-то. Там выпечка такая среднего качества. Все какого-то среднего качества. При этом недорого. То есть, я там за 250 рублей беру порцию долмы. Она, ну, там как минимум штук 8 долмы, а не больше. И примерно то же самое. За 250 рублей я беру блюдо раза в три больше по размеру. Ну, да, здесь вот заявляют 220 граммов у нас по факту. Там 170, да, где-то. А там граммов 400 долмы. Реально. Вот 400-500 граммов, наверное. Тут стоит 410 рублей. И там я покупаю за 250. Или 300, не помню. Вот уровень качества такой же. Вот понимаешь, и как бы я люблю грузинскую, повторюсь, кухню. Я, очень мне нравится менталитет грузинский. Мне как бы все нравится. Но большинство заведений, с которыми мы сталкиваемся здесь, вот с грузинской кухней, такое ощущение, что они пытаются показать какую-то обратную сторону Грузии. Какую-то жлобскую, какую-то вот немножко такую. А мы не додадим. Ну, вот Айран, да? Вот Айран. Вот, согласитесь, странно выглядит, когда ты покупаешь бутылку Айрана и ее половина. Я уверен, если я открою описание, там будет, наверное, что типа 600 граммов Айрана. Давай посмотрим просто, да, ради интереса, сколько там. Да, 400 граммов Айрана. Тут даже, наверное, больше. Блин, ну тогда, может, наливать стоит в пол-литровую бутылку, чтобы у меня не было вот такого вот диссонанса. Я смотрю, и вот, ну, ощущение не то, чтобы мне налили больше, чем надо, а, скорее всего, так и есть. Мне здесь налили больше, чем надо. Ощущение, что мне не долили. Ну, согласитесь. Это из серии, там, стакан у тебя наполовину полон или наполовину пуст? Как определяют пессимистов и оптимистов? Вот в данном случае, я хоть и отношу себя к оптимистам, но в данном случае я считаю, что стакан наполовину пуст, нежели полон. Ну, вот в случае с едой такая у меня ассоциация. Ну, ладно. В общем, долму мы с вами... Я и поставлю, я поставлю самой долме 4, а в целом этому блюду, учитывая цену, количество, входящие в это все, я поставлю трояк. Если вы думаете, что я серьезно к своим оценкам отношусь, то это нет. Я, конечно, да всем еще пофиг на то, что... Че кто сказал? Покошеварим, какую-то оценку там поставил. Да всем насрать, на самом деле. Вот. Особенно владельцам ресторанов, блин. Я не знаю, посмотрят они или нет. Но пока согласитесь. Вот если будете смотреть владельцы ресторана, пил-пиле, согласитесь чуть-чуть пока стыдновато. Что вот чуть-чуть стыдновато, как бы. Посмотрим, что дальше. Давай вот это простое блюдо глянем. Народ, вообще, вот откуда у меня гречка, я не понял. У меня в заказе этого блюда нет. Либо я совсем что-то как-то невнимательно смотрю, но нет у меня. Хотя у них есть блюдо, называется гречка с грибами. Они то ли мне случайно положили, то ли что. О, кстати, у них в меню появились шашлыки и люля. Когда я заказывал, этого ничего не было, поэтому я взял кое-какие другие мясные блюда. Шашлык и люля у них тоже есть, оказывается. Вот, гречка с грибами, ребят, 250 рублей стоит за 200 граммов. Если что, если кому-то вдруг интересно. Давай посмотрим, есть ли тут 200 граммов. Так, на всякий случай. 200 граммов есть. Смотрите, здесь есть лучок, такой практически не поджаренный. Есть некоторое количество грибов, крайне небольшое. Ну и очевидно, вот это все смазано маслом, возможно, сливочным. То есть видно, что гречка и все остальное здесь довольно блестящее. И зеленушки совсем чуть-чуть. Ну, 250 рублей. Мне кажется, это вкусно. Это капец как. Пересолили, капец. Очень пересолили блюдо. Да что же такое-то, блин? Ну, это же гречка с грибами. Просто хочется запивать, заедать. Слушай, ну я не понимаю. Ну, блин, ресторан, который гречку сварить не может и не пересолить ее, вы че? Что с вами не так? Пил-пили. Короче, если бы не пересоленое, это было бы нормальное блюдо, такое симпатичное. Ну, гречка, грибы и лук. Немножко зелени. Нормальное блюдо. 250 рублей, зато сытно. Ешь досыто. Блин, реально запить хочется. Давай попробуем айран. Айран стоит, кстати, разумных денег 400 миллилитров 160 рублей. Если хороший айран. Кстати, весьма, весьма неплохой айранчик, честно говоря. В Москве пока самый вкусный айран, который вот мне зашел в душу, и я его сравниваю со всеми остальными, в ресторане Сахара. Вот снимали мы свое время, та, которая горела, та самая, та, в которой сейчас шаурма стоит, каких-то конских денег, там, по 300-400 рублей. Сука вкусная, но стоит денег, конечно, очень дорого. И айран там тоже стоит безумных денег, но он там вкусный. Вот этот айран тоже неплохой, но не дотягивает прям сильно. То есть там это 5 для меня всегда практически. Ну, было пару раз, когда что-то они там, какой-то он был чуть-чуть не такой, но в основном он такой. Вот, там на пятерку, этот где-то на 4 с минусом. Но это не самый плохой результат. За 160 рублей, в принципе, вот 400 миллилитров нормальная цена, я считаю, за кисломолочный напиток. Ну что, вот здесь у нас легкая, ребята, легкая говядина. Вот такое блюдо тоже. Еле-еле там что-то наложено чуть-чуть. Вы не помните, когда настали те времена, когда субпродукты, то есть, ну, скажем, отходы от мясной промышленности, стали называть деликатесами. Я не помню, вот, наверное, всегда так называли. Я что-то даже из своего детства помню, что там какая-нибудь кровянка, там, колбаса, я тоже, типа, деликатесу относилась. Хотя, ну, по факту, вот эти все почки, печень, там, легкая, да, это субпродукты, то есть, это... Это не говоришь, что они плохие какие-то. Не, ну, многие любят, там, вот эти сердечки куриные, вот это все. Я тоже, в принципе, кстати, вот куриные сердечки, сметане, боже, это прекрасно. Ну, например, печень я не люблю. Вот, кроме как, там, в паштете я печень по-другому не могу есть. То есть, когда она балансируется, там, большим количеством сливочного масла, моркови, вот это я могу съесть. Вот, а просто жареная печень, там, с луком мне не зайдет. Блюдо называется кучмачи или кучмачи, или кучмачи, ударение, я извиняюсь, грузинской терминологии, я не знаю, как правильно ставить. 390 рублей такое блюдо стоит. Мясные деликатесы, говяжье легкое, сердце и рубец. А, там даже, смотри, там еще много всего. Еще свиной подчеревок. Отвариваются, а затем обжариваются с томатами, аджикой, чесноком и специями. Ну, прикольно, прикольно. Пахнет очень вкусно. Вот здесь вот есть кинза. Вот здесь есть кинза, и она дает аромат. Блюдо крайне маленькое, посмотрите. То есть, здесь там прям вот на донышке все лежит. Опять-таки, про хлебосольность. Ну, и заявляется немного, заявляется 200 граммов за 390 рублей. Ни много, ни мало. 208 с учетом упаковки, но здесь не до веса граммов 10 по-любому есть. Здесь у нас гранат. Очень такие, смотрите, бледные, бледные зернышки граната. Я не знаю, мне кажется, это говорит наоборот о том, что это, скорее всего, классный какой-то гранат. То есть, чем ярче, тем больше меня пугает. Здесь получается вот это кусочек жира какой-то, да. Здесь, значит, кусочек легкое, видимо. Ну, как вот это все отличать, я что-то не очень понимаю. А, это не жир, наверное. Это свинина с, ну, жиром. То есть, вот этот вот свиной подчеревок. Самое главное, пахнет хорошо, потому что вот с чесночком, с кинзой. Ммм, а ну, никогда не ел. Не, это не мое. Это не мое. Это не говорит о том, что ресторан Пилпили сделал как-то плохо это блюдо. Просто субпродукты, это не мое. Само по себе сочетание вот специй, там, травки, чеснока, оно очень хорошее. Очень хорошее. И вот этот гранатик, он тоже такой лопается. Ну, вот, сами продукты мне не заходят. Я, честно говоря, взял в надежде, что сейчас вот поменяется сознание. Но, видимо, я еще не достарел до того момента, когда у меня должно поменяться, перещелкнуть что-то. Вот кинзу стал любить, хотя терпеть не мог. Но субпродукты еще, пожалуй, нет. Мы сейчас ем легкое. В нем есть что-то прикольное. То есть по консистенции это что-то среднее между какой-то супермягкой, супермягкой курицей и куском жира. Вот что-то среднее, это получается по консистенции легкое. Это прикольное, к этому можно привыкнуть. В целом я понимаю, что это очень питательная часть. Ну, то есть это, блин, мне кажется, вот некоторые субпродукты круче мяса по своим всяким там витаминам, минералам и прочим. Уж не говоря о том, что они сопоставимы по белкам, жирам и углеводам с мясом. Вот. Поэтому в целом съесть можно, но довольно специфический получается вкус у этого блюда. Ну, пожалуй, любопытно. Давайте с вами попробуем вот такой вот салатик. Называется Джон Джоли. Джон Джоли не тот самый, который ресторан Джон Джоли. Но ресторан Джон Джоли тоже называется ведь по какой-то причине, согласитесь. А причина это в том, что Джон Джоли это цветок. Это цветок кустарника. В честь этого называется и ресторан Джон Джоли, и вот это, получается, блюдо, в котором вот эти цветки как раз и представлены. Опять-таки, я не буду прикапываться к тому, что на фотографии у нас ярко выраженный кусочек мяты, здесь его нет. Нет, буду прикапываться, вот, как есть в описании, как нарисовано на картинке. Я не говорю, что мне надо вот именно там какую-то такую горочку выложить, чтобы вот прям точно так. Я не такой задрот. Но если нарисована мята, блин, ну почему нет здесь мяты? Ведь вот цена вот 290 рублей. Я же ее целиком же отдал за этот салат с мятой. Я дал 290 рублей, чтобы купить салат, на котором мята. 290 рублей у меня теперь больше нет. А салат есть, но без мяты. И как с этим жить, я не знаю. Вы поняли, 290 рублей за 120 граммов тут... Нет, 120 граммов, я боюсь. Маринованные цветки кавказского растения Джон Джоли. Кликачка, по-другому называется. Кто не знал, я не знал. Вот, и вы не знали, скорее всего. Заправляются красным луком, оливковым маслом и кинзой. Кинза. Да еб... Посмотрел кинзу. Хе-хе-хе, дебил. Ладно, верну назад. Без паники, блин, мы на Титанике. Кинза есть. Вот здесь вот немножко, немножко кинзы насыпаны. И это радует. Итак, 120 граммов, вычитаем 20 граммов коробка. У, ты посмотри, здесь аж 128 с учетом коробочки. Мой глазомер не настолько точен, видите, прогадал. Ну что, оливковое масло кинза, цветочки Джон Джоли и красный лук с кинзой. А я сказал уже, кинза зачем, сказал два раза. Пахнет, пахнет очень ароматно. Да, и по вкусу кисленько. То есть, вот мне интересно, это такие цветочки кисленькие. То, что я, кроме как в готовом виде, я понятия не имею. То есть, я нигде не видел Джон Джоли, не ел его с куста. Но всегда вот кисловатые эти салаты, я их ел раза 3-4, наверное, в жизни. Вот, кислота от цветов, может кто-то знает, из Грузии тоже смотрит довольно много людей. Это цветы кислые или отсюда заправочку добавляют в виде уксуса? Потому что в описании нету, ничего такого там, ни лимончика, ни уксуса нету. А во вкусе вот кислинка есть. Ну, прикольно. Нет, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. По консистенции, как легкое говяжье. Ну, нет, приятно. Меня удивляет, что вроде обычные цветы, где-то там что-то растут же они, да. И ты вот взял немножко там с луком, перемешал с масляшком. Это вкусно. Мы что-то так не едим. То есть, там люди из лопухов еду делают. То есть, что только не делают. То есть, мы много едим всякой травы, но вот именно цветов. Я вот так что-то вспоминаю, а какие цветы мы едим. Какие-то цветы в детстве. Вот мы отрывали такие, знаете, они на выходе у калитки обычно вот в деревне растут. Вот такие цветы у нас так росли, по крайней мере. Там отрываешь такой, типа, бутончик. И оттуда вот с места, откуда оторвался бутончик, немножко сладенького такого можно было высосать, короче. Вот я в детстве, все детство и высасывал. Насосался в детстве этих цветов. И больше я не помню, чтобы мы какие-то цветы ели. Какие мы еще цветы-то едим? Реально, это получается единственный цветок, который вот мы едим. Джон Джоли. Прикольно. 200 рублей за 200 граммов нарванных цветов с масляшком. Ну, такое себе. В целом, как бы, ну, взять можно. Симпатично. Попробовать чисто, ну, чисто для прикола. Довольно свеженький такой вкус. Приятный. Так, ну что, я вот здесь у меня чхахбили, кажется, я брал в соусе. Их на потом оставим. Давай попробуем вот это вот. Аджахури, кажется, блюдо. Да, ребятушки, это аджахури. Стоит аджахури 470 рублей за 290 граммов. Вот это первое блюдо, и, честно, за сегодня оно, наверное, единственное, которое выглядит так, как будто нормально. То есть, вот это нормально мне поесть. 290 граммов при этом заявляется. А так, мне кажется, даже больше будет. Так. Вот, и посмотри. Ну, вот это замечательно. Точнее, не совсем замечательно. Перевесы это тоже плохо. Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что недовесы это плохо. Но это плохо, и, в принципе, еще и по бабкам, как бы, ты плачешь за полный вес, да. Перевес, он плох только в одном случае, что, как бы, те, кто на диетах, те могут обломаться. Ах, что я несу, ладно, неважно. Короче, аджахури жарко из мякоти свинины с картофелем и специями. Все, вот никаких больше подробностей. Причем тут, помимо картофеля, есть еще и томаты, и болгарский перец. А в описании этого всего нет. И, кстати, на фотографии, на фотографии этого тоже ничего нет. Ну, в общем, получается, что это аджахури как бы на максималках. То есть, оно тут больше всего, чем заявлено и даже чем нарисовано на картинке. Что хорошо. А с другой стороны, может, и нехорошо. Может, у кого-то аллергия на болгарский перец. Хотя такого вроде не бывает. Ну, я имею в виду, что все... Короче, не надо тут ничего придумывать. Не надо оправдывать ни то, ни другое хвалить. Не надо. Должно быть так, как заявлено все. Если тут есть болгарский перец, значит, это, возможно, не то блюдо, которое хотел сделать шеф-повар. Понимаешь, не то блюдо, которое они планировали, по которому они писали эти карты. Ну, и во вторую очередь, это не то блюдо, которое я вижу на картинке. Оно отличается. Ну, конечно, это прикапывание, но тем не менее. Смотрите, свинины здесь довольно много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кусочков. Печеная картошка. Опять-таки, много картошки. Томаты. И болгарский перец. И все это посыпано немножко кинзой. Мясо, не пойму, что за кусок. Ну, довольно жестковато вот вилку воткнул. А джахури простое блюдо. Но, если вкусные специи, то вкусные. Мясо такое нежирное, суховатое. Прям какой-то карбонат, видимо. Мягкое. Но суховатая. Крайне мало в этом блюде интересных специй. Прям вообще, то есть, вот кинза, которая здесь должна также отыгрывать. Чеснок, какие-то специи, там, ну, я не знаю, хмели-сунели. Ее прям, ну, прям мало. Не чувствуется. То есть, это будто бы просто я ем вот по отдельности. Или, там, мясо, томаты. Нету грузинскости, что ли, вот в этом джахури. Ну, прям слабовато, унылое. Не, второй бы раз брать не стал. Возможно, чешашули. Я, по-моему, назвал это чахахбили. А это вроде, вроде чешушули. Чешушули, ребятушки, стоит 480 рублей за 250 граммов. Ну, опять-таки, вот 250 миллилитров в этой плошке есть. Но 250 граммов здесь, скорее всего, нет. 250, ну, 254 минус 10 граммов. Ну, как бы хорошо, тут не прикапываемся. Здесь у нас говядина. Ну, точнее, в описании написано телятина. Вот они кусочки. Все это тушеное. Соус такой масляный очень. Выглядит бомбически. Тут заявлено, что тут должен быть стручковый перец. Я вот здесь перца не вижу. Или он очень мелко порублен, что ли, не пойму. Ну, пахнет вкусно. Пахнет, опять-таки, вкусно. Здесь благодаря травкам. Здесь кинза с петрушкой. Давай пробовать. Говядина мягкая. И вот здесь вот неплохой букет. То есть, вот здесь вот я чувствую. Прикольное блюдо. Ну, потому что, видимо, много соуса. И острота такая приятная пошла. Ну, все неплохо. Все неплохо в этом блюде. По вкусу мне понравилось в целом. Томаты, томатная паста. Вот плюс. Плюс в том еще, что нет кислоты. Просто томатная паста, ее, ну, если ты рукожоп, хрен сбалансируешь нормально. Все равно будет либо кисло, либо слишком сладко. Понимаешь? А здесь вот получилось. Жестковатый кусок попался. Ну, с такими небольшими кусками мяса, что делаешь, сразу глотаешь и все. Да-да, не удивляйтесь. В общем, нормальная. Вот это вот прям я четверочку поставил. В отличие от аджахури, вот это вот симпатичней гораздо. Есть еще одно интересное блюдо. Надо, блин, про хачапури надо не забыть. Вот это нечто такое белое. Вы такие, наверное, что нахрен это такое? Я вам отвечу, подглядев, естественно, потому что я в этом не разбираюсь. Называется это блюдо Эларджи. 350 граммов, то есть, ну, вот эта увесистая штука. Это каша из кукурузной муки. И, внимание, пишите в комментах, и с чем еще. Считаем до пяти. Раз, два, три. Четыре, пять. И сулугуни. Опа. Ну, здесь даже, мне кажется, больше. Здесь, о, полкило манки. Мед, к сожалению, ложек у меня нет. Реально, только что запустил посудомоечную машинку. Буду вилкой есть, что ли. Посмотрите, какая интересная консистенция. То есть, ну, реально. Там что-то тянется, там прям сыр. Я первый раз такое блюдо, никогда мне не попадалось. Первый раз. Это вообще ни хрена не манка. Здесь такое ощущение, что тут сыра будто бы больше, чем вот этой остальной крупы. Я даже не могу понять, с чем сравнить по консистенции. По консистенции, вот кто ел сыр бурата, ну, знаете, да, который снаружи плотная моцарелла, внутри сливки со строчателлой. Вот по консистенции это как сливки с сыром строчателла стянутым таким. Это вот консистенция вот этой каши. Но при этом там попадаются еще крупинки крупы кукурузной. Что касается вкуса, то очень похоже на то, как будто бы ты тертый плавленый сыр сулугуни ешь вместе с сырым горошком. Вот сырой горошек обычный зеленый, как будто его перемяли вот как-то так или натерли на терке, да, его. И вот вкус примерно такой будет. Ну, это примерно, блин, ребят, постарался, максимально постарался объяснить. Идем за хачапури. Вот видите, Виталия добрее становится, лояльнее, да, когда бы в прошлые времена Виталий пошел бы что-то подогревать. Да нифига, но благодаря вам, видишь, становлюсь адекватней. Выглядит очень прикольно, стоит такой хачапури 450 рублей. Это хачапури по-аджарски, она же лодочка. Вообще, я считаю, что лодочка это королева всех хачапур. Не знаю, ну, по-иммертински, по-мигрильски, конечно, тоже это очень круто. Это, там, еще много вариантов, там, полумесяц хачапури, еще какие-то там разные. Но вот это вот, прямо вот, мама всех хачапури. А иммертинский, иммертинский, пусть будет папа всех хачапури. Ну, в общем, прикольно выглядит. Единственное, что вот странно, что начинка там куда-то делась. То есть, невооруженным взглядом видно, что там очень много пустот. 430 граммов заявляется, мне кажется, здесь мало. Здесь именно вот начинки маловато. Весь сулугуни ушел вот в кашу. Так. Ага, вы там ничего не увидите. Ну, давайте я вам так покажу, чтобы вы не думали, что я... Вот, 2 грамма... 2 грамма я поднимаю пергамента, 374. То есть, недовес, недовес у нас составляет 60 граммов. И прикиньте, 60 граммов сыра тертого, вы представьте просто. 60 граммов тертого сыра, это довольно нормальная такая вот кучка. Это довольно много сыра. Был бы сыр, сейчас потер бы вам. В кои-то веки появляется возможность... А, нет, даже... Слушай, вот второй раз, видишь, смотри, какой у них сулугуни. Он теплый, то есть, блюдо довольно горячее даже, можно сказать. Но сыр обратно не расплавляется. Мама дорогая. Давай посмотрим тесто. Тесто очень классное. Посмотри, какое оно. Пахнет хлебом. Короче, в общем, проблема вот этого замеса в том, что, видимо... Видимо, при подготовке замеса они туда воду не добавляют. То есть, вот реально, если добавлять воду, то после разогревания, да и даже в холодном виде, вот эта вся начинка не превращается в бетон. Да, вот возможности съесть хачапури как сразу не получается. Давайте тогда резать. Блин, как же я вот не люблю резать хачапури. Сердце кровью обливается. Жирная. Вполне нормально по начинке, даже из-за того, что там нет лишних 60 граммов сыра. Она не становится, скажем так, хачапури без начинки. Хватает даже этого количества. Тесто неплохое. Вполне. Сам сыр сулугуни, который они используют, мне не заходит. Я начал уже к этому выводу приходить на каши, но там я не мог сделать вывод, потому что в целом вкус для меня новый. А вот здесь уже могу. Сулугуни такой, знаете, он... Опять-таки, он очень соленый. Мне нравится, опять-таки, вот грузинская лавка, да, по дороге ко мне на дачу. Я там покупаю... Там продаются четвертинки сулугуни. Ну, рассольные. Хороший сулугунь. Не который в магазинах. Но то, что в магазинах вы покупаете вот этот сулугуни адыкейский, это вообще хрень полная. Ни разу еще мне не попался сыр, который вот, ну вот, реально вкусный. Короче, не берите. Это только на рынках можно где-то найти. Либо вот в таких грузинских каких-то пекаренках. Вот. И я там тоже постоянно беру четвертинку этого сыра. И вот там 8 раз из 10 он эталонный. То есть, прям как мне нравится. Он не слишком соленый. Он такой, знаешь, и не моцарелла еще, но такой довольно нейтральный. То есть, в нем очень хорошо чувствуется именно сырно-молочный вкус. И чуть-чуть солененький. Вот. И соль немножко этот вкус еще усиливает, как естественный усилитель вкуса. А вот 2 раза из 8 попадается сыр, который капец как пересолен. То ли рассол для него как-то не так приготовили. То ли он там перележал. И вот этот сыр как раз из тех 2 раз, когда мне сыр сулугуни в этой лавочке не нравится. То есть, он пересоленый. Нормально. То есть, в целом это съесть можно. Это практически вот, скажем так, классный представитель хачапури. Но вот если бывают моменты, когда тут немножко другой сулугуни, то этот хачапури будет еще вкуснее. Либо, возвращаясь вот к ресторану Джон Джоли, а не к салату, можно как они. Ибо многие так делают, мешают 2 вида сыра. Один более соленый, второй более такой адыгейский. Мне кажется, всегда мешают адыгейские сулугуни. Или я ошибаюсь. Может быть, и мертинские сулугуни. Ну, такой, знаешь, вот он более нейтральный сырок, такой молодой. И сулугуни более соленый. И вместе получается очень классный баланс. И воды влить перед тем, как это все заливать в хачапури. И будет тогда вообще пушка-бомба. Но смело на 4, денег, конечно, стоит 450 рублей прям конских-конских, выпечку, короче, ребята могут. У нас остался салат. Ребята, салат, который тоже салат-конструктор. Это Цезарь. Опять-таки, спасибо. Спасибо, что попытались что-то разделить и что-то придумать. Но это, знаешь, это как вот... Это такое ощущение, что дали задание просто ребятам хоть что-то сделать. Они разделили холодный салат, горячую курицу и соус. Казалось бы, молодцы на этом микро-отрезке времени моего обслуживания. Хорошо. Но потом просто нахрен они сложили все в один пакет. Вот это вот конкретно салат Цезарь стоял, кажется, между аджахури и чашушули, которые горячие, очевидно, изначально были. И отправили ко мне. То есть, короче, в этом нет никакого смысла. Если уж вот с доставкой вы что-то хотите сделать, то лучше уж отдельно положить сухарики, мне кажется. Хотя сухарики, в принципе, не вымокли. Отличается от фотографии, ребята. Отличается от фотографии, стоит 480 рублей салат Цезарь. А чем же отличается? Отличается с сухариками. Вот посмотрите. Здесь сухарики у нас огромные. А там сухарики маленькие нарезанные кубики. Мне лично нравятся как раз компактно нарезанные сухарики. Вот такие вот лопухи, пол... Ну, как кусок хлеба, мне не очень заходит в Цезарь. Так вот маленькими кубиками, на мой взгляд, удобно. Три кусочка курицы. На фотографии, там, очевидно, их 4 кусочка курицы. И все это 480 рублей. Ну, конечно, за 480 рублей такое количество белковой пищи, это за грани моего понимания. Ну, я думаю, что здесь вот из трех-то этих плошек... Давай сразу вот так вот курицу пересыпем. И вот это все должно весить 200 грамм. Блин, да нет. Серьезно, даже 200 граммов салата за 500 рублей мне не набрали? Ну, не набрали, потому что тут вот эта плошка и вот эта еще плошка. Она тоже граммов 15 весит, а может и 20. И вот эта граммов 10-15. Ай-яй-яй. Пил-пили, что же вы делаете? Так, ну ладно, что тут по составу, в общем-то, вы поняли, да? У нас в этой плошке тут, в общем-то, ничего и нет. Тут тертый сыр, вот эти 3 кусочка курицы. Это куриная грудка, очевидно. И несколько томатиков. А это соус. Выглядит он вполне себе аутентично. Будто бы даже и ничего. И, скорее всего, даже он самодельный. А по вкусу? А по вкусу это самый унылый соус Цезарь из самодельных, которые мне попадались. Такая какая-то жесть. Это же он какой-то... Такое ощущение, что он привкусом не растительного масла, не оливкового, а с привкусом моторного. То есть тут явно есть масло, оно, скорее всего, не рафинированное. Но какой-то, видать, сорт оливок, из которых давили это масло. Какой-то специфический, реально. Привкус какой-то там это... Шелл или что там, я не знаю. Какое у нас сейчас масло вообще осталось в нашей стране? Какое-нибудь осталось? Лукойл, наверное. Так, ну ладно. В общем, соус прям странноватый, реально. Ну, хотя бы самодельный. То есть тут как бы вроде... Скорее надо похвалить. Давай вот этот хлеб сразу наломаем, пускай он размешается. Я не понимаю, зачем вот эти вот здоровые куски хлеба-то? А потому что это не куски хлеба, блин. Это крутоны. Тут вчера в каком-то из прошлых обзоров я сказал, что чудо-гоп сейчас не стоит исполнять на канале. И мне говорят, а давай хоп-хейл-а-ла-лэй. Давайте хоп-хейл-а-ла-лэй. Хоп-чудо-гоп, блин. Или все-таки нельзя? Блин, ФСБ, по-братски. Пошутил я. Сразу перед всеми извиняюсь, если что. Ой, так. Ну, смотри, ну вот перемешал, и, ты знаешь, не стало вкуснее пахнуть. Ладно. Дай попробую. Может просто, возможно, соус раскрывается именно вот в перемешанном виде. Да, он раскрывается. Его беспонтовый вкус раскрывается. Блин, удивительно. Удивительно. Вот выглядит-то он неплохо, этот салат. Ой, соус-то. Коричневый, там что-то. Ворчестер какой-нибудь туда добавили. Или даже анчосов мешали, там какие-то крупинки. Почему он такой по вкусу-то убогий? Он должен быть соленый, как минимум. А он вообще не соленый. То есть просто как вот кусок жира. Короче, не умеют они соус делать, ужас. Ну, курица нормальная, кстати, пожаренная, не пересушенная. Прям одобрямс. Сухарик. Крутон, крутон, извините. Сухарики это для челяди, а у нас крутоны. Потому что если ты напишешь сухарики, ты 480 рублей не возьмешь, понимаешь? А так ты написал крутоны, и все, и можно 480 брать. Убогий салат. Честно, это один из немногих вообще салатов, где явно делали соус. То есть не покупной какой-то говеный соус. И сделали его хуже, чем покупной. По вкусу. Это уникальная ситуация, правда. Вот, ну, первый раз такое. А вот, в общем, соус, на мой взгляд, прям крайне неудачный. Его надо переделывать. Все остальное нормально в этом салате, кроме цена и соуса. Все, что ненормально в этом салате. Ух, ребята! Айранчика! Не, айранчика хорош. В общем, какая бы я ни был мразь и критик, как вы говорите, и как бы я специально не пытался докапываться, но все, что было сегодня, все было крайне на поверхности. И я, наверное, не преувеличу, если скажу, что сегодня была, наверное, одна из самых неудачных доставок грузинской кухни за всю историю моих обзоров. У меня было очень много грузинских заведений или заведений, в которых есть грузинская кухня. Вот, объективно, очень, во-первых, маленькие порции. В этих маленьких порциях недовесы. Несоответствие подачи тому, что написано, нарисовано на картинке. Отсутствие сервиса. Ну, то есть, вилок, ложек, салфеток нет. Довольно, довольно дешевая и неинтересная подача. Напомню, для ресторана. В общем, как вывод, если ресторан считает себя, ну, хорошим рестораном, мне кажется, он будет стараться делать то, что он делает, от начала и у себя там в заведении, и на доставку тоже будет стараться делать хорошо. Вот, в данном случае очень много но, прям очень много но. Возможно, в самом заведении гораздо лучше. То есть, возможно, здесь вот они так на отвали это сделали, в надежде, что я больше никогда к ним не приду. А я к ним и не приду. То есть, если у меня будет стоять вопрос, я буду в тех краях, где находится этот ресторан, зайти в грузинский ресторан, я к ним не пойду. То есть, мне вот этого теста достаточно, чтобы я туда не пошел. Вот. Тем не менее, довольно интересные экспириенсы сегодня мне пил-пили подарили. Пил-пили подарили, да? Вот эта каша, это любопытно. Нигде я не видел у кого-то этой каши интересной с сыром сулугуни. Значит, вот эти вот субпродукты жареные, ну, тоже прикольно, что я там говяжье легкое раз в жизни ел сегодня второй раз в жизни. И определился, в общем-то, как и в первый раз, что это не мое. Поэтому за какие-то моменты спасибо, но хотелось бы, чтобы эта кухня была ярче, интереснее и гораздо вкуснее. Относительно ярче, тут далеко ходить не надо. Повторюсь, здесь нету, вот нет ощущения грузинскости во многих блюдах. А джахури вот такое вот унылое, где, ну, просто как будто печеная картошечка, понимаешь, с жареной свининкой. Блин, что-то не то. Вот, поэтому что-то есть хорошее, что-то плохое, но все-таки минусов, на мой взгляд, больше. Я в это заведение от себя заказывать доставку, повторюсь, заходить, может быть, вы, если хотите, заходите. Мы только доставку оценим. Вот с точки зрения доставки заказывать в этом заведении я бы не рекомендовал. Заведению я очень бы рекомендовал обратить внимание на какие-то моменты, попытаться побороться с ощущением, что я мразь, и все-таки, может, где-то что-то поправить, и сразу одним грузинским рестораном станет у нас лучше. Вот, а вам желаю, что вам пожелать? Да у вас и так все нормально, вы посмотрели интересный обзор. Да, все любят смотреть, как Виталию бомбит, блин. Кроме меня, например. Я не люблю, когда меня бомбит, я люблю, когда мне вкусно все. Вот тогда я люблю. А сегодня я удовольствия не получил. Все, ребята, оценки появились. Прямо здесь. Ознакомьтесь. Все, достаточно. Достаточно ознакомливаться с оценками. Всем пока. Давай, давай. Да. Каша, блин, блин. Каша для Виталяша. Каша. Ха-ха-ха. У-у-у. Это звучит правильно, боже.